Здравствуйте, меня зовут Светлана Гоффман. Место действия – французский город Страсбург. И я начинаю серию сюжетов и интервью с людьми искусства, которые мне интересны. И одним из таких значимых для меня кинособытий года стал фильм «Дылда» молодого режиссера Кантемира Балагова, который не только наделал много шума в российской прессе, но и побывал на Каннском фестивале, где взял два приза и даже попал в шорт-лист кинопремии «Оскар». Картина была вдохновлена книгой «У войны не женское лицо» лауреата Нобелевской премии по литературе Светланы Алексеевич. Действие происходит сразу после победы в постблокадном Ленинграде, где две юные девушки пытаются заново построить свою жизнь после того кошмара, который они пережили. Одну из них сыграла Василиса Перелыгина, которая в перерыве между фестивалями приехала в Страсбург и нашла время поговорить со мной о фильме. Василиса, привет! Привет! С тобой произошла как раз та самая история, когда, говорят, проснулась знаменитой. Это же твоя первая значимая роль в кино, и сразу Канны, сразу шорт-лист «Оскара», какое-то немыслимое количество фестивалей, призов. Как это происходило, насколько внезапно, и как это повлияло на твою жизнь и работу? На работу это повлияло, наверное, в том смысле, что, по крайней мере, фильм сам. Что благодаря фильму меня Константин Юрьевич Богомолова взял в театр, поскольку он его посмотрел, и для него это, как бы, был, видимо, аргумент. На мою жизнь это никак не повлияет. Ну, то есть, ну, все, в смысле, это повлияло только так, все. На улицах не узнают? Ну, узнавали, узнают периодически, но мне, как бы, ну... Это не то, к чему ты стремилась. До лампочки мне это вот так, ну вот, да, той. Это все здорово, приятно, и до лампочки в хорошем смысле, что это совсем не важно, не главное. Просто очень бы хотелось, чтобы была еще какая-то такая работа серьезная, настоящая. Не обязательно, чтобы она попадала в какие-то фестивали, но чтобы она была по процессу такой же, как бы, сложной и искренне честной. Вот, таких вещей бы хотелось. То есть, у тебя крена в сторону кино в карьере не произошло в связи с этим? Ну, нет, нет. И какие-то есть пробы, я хожу, но, как правило, все это немножко не то, чем я бы хотела заниматься, и не те фильмы, в которых я бы хотела, было бы мне интересно участвовать. Вот. Ты сейчас в театре на Малой Бронной. Да. У Константина Богомолова. Да, да, да. Да. Вот с ним бы и очень хотелось поработать. А есть какой-то образ, какая-то роль, которую ты мечтала собрать? Ну, если вот я была маленькой, мне было 14 лет, эта мечта есть у меня до сих пор. Ну, так, она уже такая. Я понимаю, что это никогда не произойдет в моей жизни. Секрет Гамлета. Ну, в 14 лет я очень хотела. Секрет Гамлета? Да, да, да. Да, да. Так, а вообще я бы хотела что-то из древнегреческих женщин. Расскажи мне, пожалуйста, как фильм «Дылда» пришел в твою жизнь? Как это случилось? Достаточно внезапно. Каким-то образом нас, ну, вот меня, Вику, нас нашел прекрасный, совершенно замечательный кастинг директора Владимир Голов. И написал, по-моему, он написал ВКонтакте, мне, по крайней мере. Потом мы пришли на пробы, потом было знакомство, вот в этот момент произошло знакомство с режиссером, а дальше эти пробы длились два месяца. Вместе с Викой мы все время были, были просто какие-то сцены из фильма, и вот мы их как бы репетировали, как потом выяснилось. То есть есть такая версия, я не могу, не знаю наверняка, но есть такая версия, что Кантемир, такой сказочный слух, что в первый день мы пришли, в самый первый день проб, и в самый первый день он нас увидел и как бы утвердил. Но дальше нужно было как бы репетировать и пробовать. Поэтому он не говорил вам об этом. Ну, видимо, наверное, это понятная ситуация, какие-то сомнения. Речь в фильме идет, можно сказать, о некромных сестрах. Вот вы с Викой, вы были знакомы уже на момент начала съемок? Вы были подругами или как это у вас происходило? В первый день парных проб мы познакомились. Обе оказались в такой ситуации, и надо выплывать вместе, то есть, ну, помочь друг другу. То есть, наверное, на этом мы поначалу сошлись. Но сейчас вы стали близкими подругами или все-таки нет? Ну, близкие. То есть, как бы абсолютно друг другу доверяем там написать, посоветоваться, встретиться, поделиться. И мы как бы понимаем друг друга, научились друг другу понимать. То есть, родно, тепло. Я, по крайней мере, я Вику люблю очень. То есть, ну, близкие, да. Хотелось бы еще поговорить, как происходит сама работа на фестивале. Понятно же, что когда ты приезжаешь в качестве участников Канны, ты не проводишь все время на пляже. Вот как это происходит? Расскажи. Да не, наверное, если ты Моника Белучи, может быть, можно успеть сходить на пляж. Я, конечно, шучу. Вряд ли. Я думаю, что они тоже не меньше трудятся. То есть, тоже устают, конечно. У меня что? У меня все время болел живот, все время болела голова. Хотелось все время спать, потому что мы не высыпались. Мы вставали рано. Нас сразу красили, одевали. И куда-то надо было идти, что-то кому-то говорить, давать интервью. По пятьсот тысяч раз вот так вот за час обойти пять столов. Не знаю, допустим, пять столов. Ну, приблизительно так и было. Посидеть, посмотреть фильм. Ты не предоставлен сам себе. У нас, возможно, было в общей... Сколько там было? Четыре дня, по-моему. И в общей сложности у нас было свободного времени. Я не знаю, часа... Четыре за четыре дня, наверное, у нас было свободных. Ну, грубо говоря. Но вот ощущение такое, по крайней мере. Меня успокаивало и приободряло, что это путешествие. Вот. И что это важно для фильма. Вообще фильм дико тяжелый. И расслаблено его не посмотришь. Ну, и в этом не было цели, наверное, да, у создателей. Но в связи с такой чудовищно тяжелой темой, я читала, что есть люди, которые вашу команду упрекают за молодость. Что эти юнцы могут знать о войне, о блокаде. Вот у тебя, как у человека, которому 20 с небольшим, какие личные отношения с этой темой, с этим материалом? До появления ДЛД в моей жизни тема войны и всего вокруг войны для меня была... Я отталкивала эту тему от себя и сознательно не смотрела как бы ни фильмы, ни книжки. В целом я в это не погружалась. Защищалась. Да, сознательно защищалась от всего этого. Ты не пускала это в свою жизнь просто. Потому что да, потому что это очень травмирующая информация. Никто из нас даже представить себе не может, как это было на самом деле. В этом фильме этот зажим как-то подисчез. И я теперь, по крайней мере, не закрываюсь. А с книгой ты не была знакома до начала снимок? Алексеевич? Да. Прекрасная совершенно. Вот даже тот факт, что я ее прочитала, причем прочитала просто так, моментально и в один нырок. Даже тот факт, что я ее прочитала, это уже хорошо. Хорошо для внутреннего преодолевания этого барьера. Расскажи про маленького исполнителя одной из главных ролей, потому что это совершенно неземной ребенок, на мой взгляд. Как вы нашли этого мальчика? Я так понимаю, что его, насколько мне известно, нашли в последний момент. Вроде как такая была история. Но он из многотетной семьи, петербургской. Там прекрасная семья, чудесные родители. Они тоже были на площадке. И зовут его Тимофей, он прекрасный. Но Вика про него, конечно, знает чуть больше, потому что все сцены, фильмы, они с Викой. Но вы все равно как-то взаимодействовали. Мы видели друг друга, мы как бы знакомы, скажем так. Да, да. Меня поражает всегда, как режиссерам удается работать с настолько маленькими детьми. Сколько дублей нужно сделать, чтобы ребенок сделал то, что требуется. Если я правильно помню, то она очень немного, то немного дублей с ним нужно было делать, потому что он как-то все сразу... Он как будто бы понимал больше, чем вот мы с Викой это саккумулировали потом, как будто бы он понимал больше, чем мы все. Поразительно. То есть как будто бы он все знал, как будто он в своей тарелке находится. Все вот надо так, и он делает. Чувствовала все сразу, вот чувствовала. Надеюсь, что его ждет фантастическая кинокарьера. Наверное, когда-нибудь он узнает об этом, вырастет и увидит этот фильм. Мне интересно, что тогда он скажет. Спасибо тебе большое. Было очень интересно поговорить про фильм, про съемочный процесс, потому что меня фильм поразил. Для меня это было одно из самых сильных впечатлений, кино впечатлений за последнее время. Здорово, что ты приехала. Спасибо тебе. Спасибо. Окей.